С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, дорогая! С днем рождения тебя! Хорошо, ты поешь, Максим. Но вообще-то день рождения у меня 17 января. И что это за странный подарок такой? Сосиска? Так я и не тебя поздравляю, а сосиску. Угу. Ну, кое-что встает на свои места. То есть эту сосиску сделали сегодня? Нет, эту сосиску сделали на днях. Но самую первую сосиску в мире в 1805 году сделал изобретательный венский мясник Иоганн Ланнер. И назвал венской. Так, ну и как же празднует этот день? Интернет по этому поводу молчит. Но я думаю, в этот день нужно купить темно-качественных, настоящих сосисок и как следует наесться. Причем можно даже на завтрак. Подожди, а как выбрать качественную сосиску? На завтрак? Да. Ну, это уже отдельная история. Самое главное, чтобы мне ниже 100 рубля, и все остальное, думаю, будет качественно. Интуитивно, либо по хорошим каким-то отзывам. По запаху скорее. Ну, я смотрю со стравки, то, что дети любят обычно. Ориентируюсь на свой личный опыт. Это чисто внутреннее, вот сердце на какие показало. Мы не едим сосиски. Да? Да, поддержу. Веганы? Ну, нет, если хотите выбрать качественные сосиски, смотрите, чтобы было мясо на первом месте, соль и специи, все. Без сои. Без сои, да. Вымечательно. А сами почему не едите сосиски? Предпочитаем мясо. Без содержания сои. Друзья, отличного настроения вам, и, конечно же, доброго утра. У нас в гостях Татьяна Серова, астролог, наш постоянный эксперт. Доброе утро. Поздравляем вас. Доброе утро. С днем сосиски, с днем рождения. Приятного аппетита, к этому пожелать. Есть ли какая-то взаимосвязь между едой и звездами, да, астрологией, что-то как-то там может повлиять на что-то? Да, ну, спектр на наш, может быть, деньжат подбавить. Тема, на самом деле, очень интересная и совершенно нелогичная. Я сегодня буду говорить вещи, от которых вы можете подумать, она сошла с ума, эта девушка. Так, интересно, Андрига. Но, хорошо, тем веселее будет нам, да. Хочу с чего начать. У каждого человека есть свой личный гороскоп, вот что-то такое. Каждый из нас родился в какую-то минуту, и в эту минуту на небе была какая-либо картинка звездная. Планеты, звезды стояли в каком-то, в какой-то картине. И вот астролог тот, кто расшифровывает эту картинку на предмет судьбы, жизни, качеств и событий, что будет у человека происходить. И вот если эту картинку правильным углом рассмотреть, то мы можем найти особый отрезок на этой картинке, который называется второй дом гороскопа. Вот второй дом. Ну, вот первый дом это на восток, а как бы по часовой стрелке от него кусочек такой неба, пространства, это второй дом. И вот этот дом отвечает за деньги. Но не только он, но он один из двух домов, о котором мы сегодня поговорим. И вот этот же дом, он за деньги отвечает на копление, а также за речь и питание. И вот эти три вещи очень сильно взаимосвязаны. Это нелогично. Это вообще нелогично, потому что, ну как это, деньги, питание и речи, и как это вообще там может быть? А здесь вопрос не про логику, а про то, как устроено мироздание. И вот устроено так, что вот этот вот сектор у каждого человека будет отвечать одновременно, у всех, у каждого, и за его речь, и за его деньги, и за его питание. Поэтому если говорить о вопросе, как улучшить деньги, то мы можем и даже стоит зайти через другие аспекты этого дома. Там не только эти три, там еще есть, просто я акцентирую на трех, чтобы вы как бы не сошли с ума и не запутались. Поэтому астрологи обычно рекомендуют, я рекомендую, когда вижу, что этот уголочек сектора второй дома ослаблен, допустим, планета, которая отвечает за этот дом, за каждый дом, какая-либо планета всегда будет отвечать, то есть не бывает дома без хозяина, да, то есть там есть планета, она там связана с ним. Она может быть слабой, ну, пораженной каким-то вредителем, плохо расположен, ну, что-либо там может быть с ней не так, и у человека с деньгами может быть туго. Поэтому если мы говорим о строкоррекции денег, в первую очередь мы должны усиливать сам дом. Через что? Через питание, через речь. То есть какие-то продукты определенные нужно есть? В целом... И какие-то слова говорить? При этом. В целом эту сферу нужно рассмотреть в комплексе. Если брать речь, начнем с нее, питание, к нему подойдем, то нужно в речи использовать то, что хорошо и позитивно, то, что негативно и плохо не используют. Ну, вот, допустим, правильные культурные слова – это хорошо, позитивные. Негативные и некультурные матерные слова – это плохо, да, но это неправильно. Ну, как бы, ну, как, скажем так, в норме нашей. Эта норма, она и на космическом уровне существует. Поэтому, как говорится, ругайся как сапожник, ты деньги теряешь, да. Поэтому здесь есть смысл каждому следить за чистотой своей речи. Я знаю, что вы можете подумать, а как же, есть же богатые люди, которые там вообще на этом только разговаривают. Но у них этот второй дом очень силен, и они богаты. Но если бы они следили за речью, он был бы еще круче. Я продолжу после небольшой паузы. Не знаю, могут ли привлечь деньги витамины, травы и ягоды, но для здоровья это точно полезно. Рибофлавин или витамин В2. Играет важную роль в поддержании здоровья человека. Он входит в состав ферментов, отвечающих за окисление жирных кислот и за восстановление гемоглобина. Витамин необходим для образования эритроцитов, антител. Он играет важную роль в регуляции роста и репродуктивных функций в организме. Рибофлавин важен для здоровья кожи, ногтей и волос. Его недостаток может привести к таким заболеваниям, как анемия, дерматит, конъюнктивит и катаракта. А витаминоз связан с недостаточным потреблением пищи, содержащим рибофлавин. Наиболее богатые им говяжья и куриная печень и почки – яйца, миндаль, грибы, творог, брокколи и дрожжи. Человеческий организм не накапливает рибофлавин. Его избыток немедленно выводится. Суточная норма потребления витамина В2 взрослым человеком – около 2 мг в день. Суточная норма Качественная, а есть некачественная. Вот у нас есть две категории. Какая еда качественная? Из натуральных продуктов – свежеприготовленная. А есть некачественная еда, которая неделю в холодильнике стоит. Знаете, так наварят, казан такой, холодильник засунут всю неделю. Вот это не про деньги. В общем, это, конечно, совсем нелогично, но просто нужно знать, что если мы качественно, правильно питаемся, хорошо, то, что для здоровья хорошо, то у нас и с доходами будет лучше. Не знаю, наверное, это логично, когда ты хорошо кушаешь, ты хорошо выглядишь. Люди к тебе нормально относятся. Когда ты ешь, что попало, наверное, просто и вид, цвет лица соответствующий. И люди как-то так… Это можно связать логически, но это так не связано. Просто нужно это знать. Первый, какой совет бы я хотела дать слушателям и зрителям – это разобраться с посудой. Если у вас посуда есть побитая, старая, которая вам просто не нравится, не держите её дома, это не даст вам счастья, благополучия финансового. Посуда вам должна нравиться, она должна быть новая, но как минимум та, которая, вы считаете, что она у вас ещё в ходу, и из-за неё точно стоит пить. Не нужно пить из подбитых, треснутых кружек и всего прочего. Желательно, чтобы это не была посуда, которая вам от кого-то досталась. Да, то есть вот купите себе хорошую, новую, нравящуюся вам посуду. Еда свежеприготовленная, желательно, чтобы, ну, 3 дня, я считаю, что это уже, ну, уже это прям, ну, даже 2 дня много. Даже кастрюля борща из самых натуральных ингредиентов, сваренная на неделю, всё плохо. Через 2 недели превратится просто в отход. Ну, неделька проживёт. Месиво. Да, мы можем так питаться, но просто зная фишки некоторые, да, что вот если свежее, если полезное, если хорошее, это вот каким-то чудесным образом влияет на наш кошелёк. Обновляет каким-то образом энергию, может быть, нашу? Как-то это работает, да, этот второй дом. Вот, вот он за деньги отвечает и за питание. Вот если здесь порядок, и здесь начинает налаживаться. Ну, и, конечно, учиться копить, да, совет, как улучшить финансовое состояние. Нелогичный совет. Учиться копить. Да, потому что есть теория, что чем больше тратишь, тем больше к тебе потом приходит, и в движение идёт. Да, но всё-таки работает по-другому. Второй дом, он за накопление тоже отвечает. Сильный второй дом даёт людям, что им легко копиться. И у них вообще всегда есть заначка, и она пополняется. И вообще они дружат с накоплениями. Слабый второй дом – это когда деньги, как вода, сквозь пальцы уходят. Поэтому вот именно чтобы... Да, слабый. Чтобы укрепить второй дом, надо вот научиться копить, откладывать какой-то процент дохода, вот, ну, какой-то приятный, в карман накопления, да, на будущее, там, на что-то. И это тоже вот, оно укрепляет второй дом, вот как-то так это работает энергетически. Ну что ж, разобрались, да, мы с питанием, с речью. И с речью. Спасибо большое, Татьяна. Как всегда, полезную и важную информацию. Спасибо. Ну что ж, нам пора за весомым аргументом обратиться к нашим экспертам. И кто это? Конечно, Тань Петцова. Сейчас все соевое автоматически относит к ненатуральному. А ведь на самом деле это растение. Однолетняя травянистая культура, принадлежащая к семейству бобовых. Впервые стали выращивать в Китае, затем в Японии. А в России привезли в период перестройки, когда соя стала основным продуктом вегетарианцев. Дело в том, что бобы являются источником растительного белка, который почти не уступает по пищевым ценностям белкам животного происхождения. Легко усваиваются организмом, содержат сбалансированный набор аминокислот. Однако некоторые соединения в составе, такие как фитиновая кислота, могут препятствовать усвоению кальция. Зато лицетина тут хоть отбавляй. Он регулирует уровень холестерина в крови и, как следствие, способствует замедлению процесса накопления жиров в печени. А холин еще и ускоряет обмен веществ. Но если слишком увлечься такой диетой, могут возникнуть проблемы с щитовидной железой. Поэтому чаще всего рекомендовано употребление сои в качестве добавки. Например, юбы, или по-нашему спаржи, или сыра тофу. Соевый соус заслуживает отдельного разговора. По классическому рецепту на его приготовление требуется год. Бобы чистят, измельчают и перемешивают с молотыми зернами пшеницы. Далее заливают водой, укладывают в специальные мешки и вывешивают на солнце. Польза от самой природы. Думайте сами, что из этого весомый аргумент. Только умоляю, не взвешивайтесь после завтрака. Друзья, мы продолжаем наш эфир, говорим вам доброе утро и представляем нашу гостью. Знакомьтесь, Светлана Андреева, диетолог. Доброе утро. Доброе утро. Давайте для начала разберемся, сосиски это полезно или вредно в диетологии. Если мы говорим о промышленных колбасных изделиях, то это вредно. То есть в составе колбасных изделий, в том числе сосиска или колбасы, минимальное количество мяса, больше, то есть это делается из мяса механической обвалки, это кости, которые остались от всех филешек, которые у нас есть на прилавках. То есть они закидывают в специальную машину, сминаются и получается такая масса. Оттуда добавляются различные жиры, кожа от животных, то есть продукта хорошего там нет. И поэтому сосиски и колбасы промышленные, магазинные, можно так сказать, это пустой продукт, это большая жировая масса. А хорошо, допустим, если у нас хорошая сосиска из мяса, ею питаться с точки зрения диетологии. Да, если только сосиски есть. Да, можно часто их, каждый день, допустим. Если вы сделали сами, то почему бы и нет? То есть это... Это белок, соответственно, да, наверное? Что еще раз? Это белок? Это белок, да, это белок. А в них ничего нет? Не добавляются там... Ну, то есть вот если правильно делать сосиску или делать колбасу, то есть это мясо, в данном случае это курица, также можно добавить туда чуть-чуть сливок или молока и специи. Все, по факту там больше никакого продукта не должно быть. В данном случае это вот это, потому что мы видим в стали, правильно? Да, мы видим даже по цвету отличие. Аромат, запах невероятный. Просто у нас слюнки текут. Ну, давайте на примере разбираться тогда, раз уж у нас. Расскажите о процессе, как сделать сосиски самому. А давайте сразу скажем, вот это магазинные колбасы, это домашние. Да. Это магазинные сосиски, белые домашние. Но сначала мы ошиблись. Мы с Максимом выбрали вот эти вот красненькие, такие розовенькие. Ну, потому что, конечно же, магазинные, чтобы красиво было, чтобы хотелось ее есть. И сейчас вы попробуете, вы поймете разницу. То есть рецепторы у нас уже привыкли, конечно же, у многих людей, кто покупает часто сосиски в магазине, они привыкли к вкусу именно магазинной сосиски. То есть она такая соленая, там больше специи, подкопчености. Ну, то есть, конечно, это не натуральное копчение, это искусственные все ароматизаторы. И, естественно, большое количество консервантов. Но все-таки, как сделать сосиски? Полезные, натуральные, хорошие, классные вкусные. Давайте прямо вот, если у вас нет никакого оборудования, нет специальных аппаратов и так далее. То есть мы берем, делаем пюре из курицы, например. Ну, то есть берем, например, куриное соль. То есть, да, блендером делаем абсолютно такую массу. И дальше добавляем специи, соль. И берем обычную пищевую пленку, выкладываем и заворачиваем. И все, и варим. И можно так, и будет потрясающая сосиска. Да, когда вы снимете, будет держаться. Ну, то есть туда надо добавить, конечно же, чуть-чуть молочка или сливок, для того, чтобы вот масса была более такая. Ну, мы курицу варим, котлеты-то делаем. Она живая, держится. Все просто, да? Очень интересно. Вы нас сегодня радуете. Оказывается, просто так сделать сосиски. Ну и попробовать их тоже. Давайте начнем с колбасы. Итак, вот у нас есть, давай, колбасы. Да, здесь натуральные и магазинные, да? Да. Домашние и магазинные. Ну, магазинные пахнет в три раза сильнее, наверное. И вот это вот. Да. Я с тобой соглашусь. Саша, пробуй сначала магазинные. Да, я прям неюю. Мне кажется, нужно сначала домашнюю пробовать. Да, домашнюю, хорошо. А, нет, нитритной соли здесь нету. Здесь добавлен мускатный орех и чеснок. Так. Вкусно. Ну, такой нежный вкус, я бы так сказала. Да. Как и цвет. А тебе как, Макс? Очень вкусно. Там, по-моему, пленочка была, но ничего страшного. Следующий образец. Приступайте, коллег. А, вы мне выступаете. Конечно, девушки, вперед. Да, здесь мы чувствуем, конечно, усилитель вкуса. И вот какое-то копчение такое искусственное. Да. Искусственное копчение. А еще по консистенции другая. Здесь, когда я жевал, я чувствовал, ну, как что я мясо пережевываю. А тут мне такое ощущение, что я жую, ну, какую-то эссенцию просто. Эссенция, так и есть. То есть что-то такое вязкое, непонятное, аморфное. Ну, в принципе... Саша, он даже доедать не хочет, да? Класси обратно. Нет, 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 это я. В принципе, в магазинах, получается, нельзя вообще найти, да, хороших сосисок и колбасы. Или все-таки есть шансы, и на что-то можно обратить внимание, что меньше изол. Я думаю, что нет, да? То есть вот в больших супермаркетах, конечно. И это не колбасные изделия. То есть вот есть мясо куском, да? Оно вроде бы кажется карбонатным, например. Но он также фосфатами проколот. Вот, он также искусственное копчение. То есть он тоже вредный. Ну что ж, после небольшой паузы продолжим дегустацию. Уже сосисок. А пока что я прихожу к выводу, что найти в магазине хорошую колбасу может только настоящий детектив. Да, мы это уже поняли. На часах была полночь. Я, как всегда, погряз в бумажной балаките. К утру мне нужно сдать этот злосчастный отчет, над которым я бился уже весь вечер. Перечитав написанное еще раз, я снова поник. Какая-то фикина грамота, подумал я. Фикина грамота. А что это вообще означает? Жутковатая и кровавая история вырисовывается, если мы заглянем в энциклопедический словарь крылатых слов и выражений под редакцией Вадима Серова. Выражение принадлежит русскому царю Ивану IV Грозному, который так унижительно называл послание главы русской православной церкви митрополита московского Филиппа II. В них он разглачал злодеяния Ивана Грозного и увещевал его прекратить кровопролитие. Впоследствии митрополит был заточен по приказу царя в монастырь и там убит. Позже это выражение стало употребляться вне своего исторического контекста, в качестве синонима для фальшивого или юридически несостоятельного документа. Но так ли все мрачно на самом деле? Другие лингвисты тоже решили подробнее изучить историю этого выражения. К примеру, Анатолий Баронов в своем исследовании утверждает следующее. Если исходить из того, что язык – это отражение народного сознания, а не сознания правителей, то письма, в которых митрополит Филипп II призывал к милосердию, не сохранятся в народном сознании, как Филькины грамоты. Продолжает мысль в этом направлении Николай Шанский. Он находит очень простые пути решения. Прилагательное Филькина произошло от слова «простофиля», то есть «глупый, неловкий, несообразительный человек». И совсем окончательно развенчивает грозную легенду толковый словарь живого великого русского языка Владимира Даля. Вот что написано там. В диалектах русского языка Филькой часто называется «человек, не имеющий образования». Поэтому Филькина грамота – это письмо, написанное необразованным человеком. С Филькиной грамотой все ясно. Ночь прошла не впустую. Я отлично потрудился, если не считать того факта, что отчет так и не готов. Продолжаем обсуждать продукты питания вместе. И пробовать их. И пробовать, да, вместе с диетологом Светланой Андреевой. Ещё раз, доброе утро. Которая принесла нам в студию, значит, два вида колбасы и два вида мяса. Домашняя, магазинная, соответственно, такая же. Колбасу мы попробовали. Да, сделали свои выводы. Разница колоссальная. Сосиски. Собираемся к сосискам перейти. Что вы нам скажете наперёд? На сосисках вы сейчас ещё больше почувствуете разницу. Серьёзно? Копчение на сосисках, оно очень ощущается именно на магазинных сосисках. То есть это будет очень вкусно. Я, кстати, говорю... Александра. А здесь, то есть давайте представим, что вы сварили кусок курицы. То есть каким цветом оно должно быть? Ну, вот это больше похоже. Да, оно больше похоже. Но мы, опять-таки, выбрали более розовую. Да, да. Ну, а это, конечно, да. Здесь пахнет очень копчёно. Да. Даже неприятно. А здесь как будто уже ничем после этого. Да. Здесь хорошо, да, пахнет. Ну, кстати говоря, вот колбаса домашняя, она более сытная, мне показалась. Она из мяса сделала. Она просто с сосисками. Я хочу, вот я эти вот... С домашними начинаем, да, правильно? Да. Я думаю, что вы сейчас побольше вам покажется, что это вот какой-то нейтральный вкус. То есть сосиска натуральная. Не скажу, что она прям потрясающе вкусная. Такой сливочный. Мне нравится. Я чувствую вкус курицы. Ладно. Мы просто хотим позавтракать. Спасибо большое, да. Накормили. Ну, здесь прям... Да, это очень копчёная сосиска. Очень вкусная. Но, опять же, если промышленный... Мы говорим о промышленном производстве. То есть, чтобы большие заводы содержать, да, чтобы выдержать конкуренцию, это, конечно же, должно быть большой объём. Как нарастить большой объём? Конечно, продажами. Чем вкуснее, тем больше продаж. А как удаётся, прости, Максим, достичь такой консистенции, такой ровненькой, сосисочной? То есть, когда вы пюрируете мясо, оно превращается прям в пюре. Добавляем чуть-чуть сливок, и, в принципе, получается вот оно. Я уже скажу. Сосиски. Домашние сосиски на магазинные сосиски похожи больше, чем домашние колобасы на магазинные. По консистенции очень похожи. Но всё равно здесь, в магазинах, чувствуется, что ты ешь, как будто бы какую-то бумагу, что ли, там, вот смочили. И очень много специй. Да, 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 что-то такое. Ну, хорошо, сосиски, наверное, натурально можно есть, что, прям каждый день? Прям каждый день. Если вы делаете сами, покупаете где-то в магазинах именно домашнего производства, ну, не прямо, конечно, вот в квартире, да, производят. А магазинные сколько-то досок можно есть? Ой, я бы не рекомендовала их вообще. Ну, собственно говоря, вы подвели итоги нашей беседы. Светлана, большое спасибо за угощение, за полезную информацию. Мы очень довольны. На нашей беседы. Приходите. Спасибо, хорошего вам дня. И вам тоже. Спасибо. Друзья, вы оставайтесь с нами, мы совсем ненадолго прервёмся, затем вновь вернёмся в нашу студию. В начале недели в Самарской области ожидается переменная облачность без существенных осадков. Днём плюс 3, плюс 8 градусов, ночью минус 1, плюс 4. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 9-14 метров в секунду. На севере и западе в дневное время плюс 5, плюс 10, на востоке и юге плюс 8, плюс 10. Погода в Самаре ожидается пасмурно и с небольшим дождём. Днём плюс 2, плюс 4, ночью 0, плюс 1. Атмосферное давление в пределах нормы 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 87-93%. Всем привет. С днём рождения сосиски вас поздравляют ведущие мясоеды. Саша Байдачная и Максим Полагнюк. А вообще, ты часто ешь сосиски? Вообще, если честно, стараюсь не покупать совсем. Так, а почему это? Ну, потому что многие фермеры, с которыми я общался, говорят, что там крайне мало мяса. Да и вообще, вот как ты проверишь, что туда понапихали, а? Ну, вообще-то можно почитать состав на упаковке. Почитаешь и ничего хорошего там не найдёшь. Если уж покупать, то только у тех, кто сам её сделал. И желательно только из мяса. И, конечно, стоить такие сосиски будут гораздо дороже, чем магазинные. Ну, хорошо. Ну, где искать тех самых фермеров с правильными сосисками, а? Я думаю, нужно спросить зрителей. Самое главное, чтобы мне ниже 100 рублей, и всё остальное, думаю, будет качественно. Интуитивно, либо по хорошим каким-то отзывам. По запаху скорее. Ну, я смотрю состав, и то, что дети любят обычно. Ориентируюсь на свой личный опыт. Это чисто внутреннее, вот сердце на какие показало. Мы не едим сосиски. Да, поддерживаю. Веганы? Ну, нет, если хотите выбрать качественные сосиски, смотрите, чтобы было мясо на первом месте, соль и специи, всё. Без сои. Без сои, да. Вымечательно. А сами почему не едите сосиски? Предпочитаем мясо. Без содержания сои. Ребята, я вчера такую рыбу поймал. Вы гляньте только, а? А я такой пирог приготовила, который вы закачаете. Пирог со щами, наверное. А заплевать можно квасом. 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 А у меня в саду вот такие яблоки поспели. Угощайтесь. Утро губернии объявляет конкурс. Вы лучше всех поёте? Умеете ходить на руках? Вырастили на огороде огромную тыкву? Или сами связали шапку? Не стесняйтесь. Хвастайтесь. Расскажите о своих успехах нам. Присылайте свои фото или видео, а мы похвалим вас в эфире. Самых способных зрителей пригласим в утренний эфир на телеканале «Губерния». Все подробности на сайте соваинфо.ру. Давай, хвастайся. Друзья, и вновь мы говорим вам «Доброе утро». Встречайте в нашей студии Юлия Рябева, руководитель Центра привлечения и подготовки волонтеров Всемирного фестиваля молодежи 2024. И Виктория Курлина, участник Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017. Доброе утро. Доброе утро. Вообще, фестиваль молодежи очень абстрактно звучит. Что же это такое? Расскажите нам, пожалуйста, что там будет происходить. Прекрасный Сочи. Так. Уже хорошо. Март 2024 года. На этой площадке соберется огромное количество молодых людей из самых разных уголков Земли. Огромный-то сколько, примерно? Уже сейчас заявки поступили более чем из 180 стран. Ничего себе. Стран даже? Это международный фестиваль. Его проведение предложили наши студенты Владимиру Владимировичу Путину. И, соответственно, было принято решение, что в марте 2024 года фестиваль состоится. 10 тысяч российских участников, 10 тысяч участников из зарубежных стран приедут в нашу страну, чтобы обсудить вопросы молодежного сотрудничества, общего будущего, поговорить о том, как выстраивать хорошие классные взаимоотношения, поговорят о ценностях и, соответственно, наверное, обсудят какие-то еще такие профессиональные темы, потому что 15 направлений в рамках фестиваля будет в программе. То есть такая студенческая туса? Ну, она не совсем студенческая, потому что на фестивале ждут молодых бизнесменов, молодых представителей СМИ, молодых ученых. Студентов, представителей НКО, молодежных проектов. А мы хотим напомнить нашим зрителям, что молодых это значит до 35 лет. До 35 лет, да. А 15 направлений, да? Каких? Бизнес, соответственно, предпринимательские? Бизнес, медиа, спорт, культура, некоммерческие организации, добровольчество и благотворительность. Все, что связано с наукой, инженеры, молодые сотрудники в сфере сельского хозяйства. Все те, у кого есть классные идеи для развития нашей страны или международных проектов. Ну, соответственно, чтобы стать участником, нужно подготовить проект, да? Нет, не обязательно. Как это? Наверное, нужно иметь желание жить и работать в России, развиваться в России, иметь хороший социальный опыт. И, в принципе, этого достаточно. Быть участником разных программ. Виктория, какая роль у вас во всем огромном просто... Сегодня я надеюсь на то, что я попаду на фестиваль уже как волонтер, хотя в 2017 году я была участником. И действительно, это уникальная возможность познакомиться с молодыми, активными, креативными, самыми яркими, самыми талантливыми, потому что отбор очень серьезный людьми со всего мира. И, наверное, вот такую картину о своей стране составить для понимания других людей, ну и плюс самому наполнится роль у меня сегодня. Я надеюсь, что я попаду волонтером, потому что для волонтеров здесь возрастные рамки несколько более широкие, они расширенные, и она тут зона ответственности другая. Однако всем молодым людям, кто сегодня может зарегистрироваться как участник, я, конечно, советую и ребятам знакомым, молодым говорю, что непременно вам не нужно, вы не можете это пропустить ни в коем случае, потому что такие события случаются крайне нередко, крайне редко, тем более это все происходит за счет государства нашего прекрасного. И здесь можно и познакомиться, и проявить себя, и новые возможности для себя найти, и дружеские, и партнерские взаимоотношения наладятся, и просто насладиться вот этим многокультурным разнообразием. Ну, это очень здорово. После небольшой паузы узнаем о критериях отбора. Очень интересно, да? А пока что передадим слово Пециной. Она в нашей программе тоже в каком-то смысле волонтер. Все привыкли к резьбе по дереву. Обычно художники используют только породу, а вот про кору часто забывают. Как выяснилось, незаслуженно. Ведь этот материал имеет схожую фактуру. Однако текстура более мягкая, а значит, податливая. Если вы возьмете в руку дерево, и кусочек дерева и кусочек коры одинакового веса, то вы почувствуете абсолютную разницу в весе. Работа вроде массивно смотрится. Берут ее в руки и говорят, а почему она такая легкая? Потому что очень многие еще и путают с глиной почему-то. Ну, потому что с коричневой, наверное. И совершенно нет. Когда говорят, что это кора, они да, уже начинают совсем по-другому смотреть. Эта техника абсолютно оригинальная. Автор Ольга Бузовская. Самарчанка, точнее волжанка, все лето проводит на другом берегу реки, где как раз и растет черный тополь, который идеально подходит для этого вида творчества. Кора толстая, с буроватыми прожилками. Когда, допустим, на пляжу увидели кусочки коры плавают, это как раз кора осокаря. Осокарь – это черный тополь. То есть он имеет такие же листья, как тополь, но ствол у него не светлый, а темный. Ольга пробовала разные инструменты, но в итоге придумала свой. Муж выточил нож, легкий и небольшой, чтобы удобно лежал в руке. Любая работа выполняется поэтапно. Рисуется эскиз, наносится контур. По поверхности осуществляется рельефная резьба, а дальше – шлифовка, обработка выравнивающей шкуркой. Есть работы полые, то есть мы специально делаем там выборку, а есть цельные работы. Есть работы собранные, склеенные, то есть сложные работы, которые собираются из нескольких элементов. Заготовку материала лучше проводить летом или ранней осенью в сухую погоду. Надо брать только то, что природа сама отдает. Ведь лишая дерева защитного покрова, можно нанести серьезный вред окружающей среде. Татьяна Пецина, Сергей Костин, программа «Утро губернии». Продолжаем нашу беседу. У нас в гостях замечательные девушки. Это Юлия Рябева. Руководитель Центра привлечения и подготовки волонтеров Всемирного фестиваля молодежи 2024. И Виктория Курлина – участник Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 2017 году. Еще раз доброе утро. Давайте озвучим временные рамки. До какого числа можно подать заявку? И какие критерии отбора еще? Как участники могут подавать заявки до 1 декабря. Соответственно, волонтерам фестиваля первичную регистрацию необходимо пройти уже до 15 ноября. Сейчас очень много кандидатов уже, поэтому было принято решение, что мы чуть раньше закончим регистрацию. Критерии отбора. Для волонтеров важно заполнить полностью анкету. Она состоит из двух частей. Вторая часть – мотивационная, портфолио. И описать свой опыт волонтерской деятельности или опыт организатора различных событий. Затем волонтеров ждет тестирование и собеседование. Ничего себе. Соответственно, по итогам этих процедур будет приниматься решение. Как участников отбирает? Для участников нужно зарегистрироваться на официальном сайте. И, соответственно, есть три конкурсных задания. Это портфолио, где вы описываете свой опыт, свою деятельность и так далее. Эссе, оно тоже мотивационное. И последнее конкурсное задание – это видеовизитка. Соответственно, все это оценивает конкурсная комиссия, выставляет баллы по определенной методике. И, соответственно, дальше уже по результатам рейтинга общего отбираются участники. Мне вот интересно, кто чем занимается, то есть что делают участники, да? А что делают волонтеры? И как вообще это проходит все? Ведь там десятки тысяч людей в одном месте. Большая или комода? Да, там какое-то супер-мега расписание или какая-то вольная программа. Что там происходит? Очень большая программа у фестиваля. Она включает деловую программу. Это образовательные, дискуссионные площадки по разным направлениям, которые мы уже перечисляли. Большая культурная программа, которая связана с проведением внутренних фестивалей, выступлением. Короче, творческие культурные площадки. Огромная выставочная программа, на которой будут представлены все регионы Российской Федерации. Спортивная программа включает тоже в фестиваль забеги, тренировки, спортивные соревнования. Полезная программа – это когда участники фестиваля делают какие-то полезные дела для животных, для людей. То есть занимаются прямой благотворительностью, по сути, да? Или волонтерской деятельностью. Значит, я приспаюсь с утра, открываю там список. Распорядок, да. И хочу сегодня пойти на спорт, да? Так это происходит? И иду на спорт, а завтра иду на концерт. И нужно ходить в пизде. Или как это вот? Есть в расписании четыре трека, которые являются частью деловой программы. Они очень многообразные. То есть несколько направлений сразу участник может выбрать, да, и выбирать мероприятие. Виктория, наверное, помнит, как это было в прошлый раз, да? В свободное время, в вечернее и в перерывах, соответственно, все остальные активности осуществляются. Ты расскажи, как это было. Есть колоссальный выбор, колоссальный, удивительный выбор, потому что очень сложно выбирать между лучшими мировыми звездами, когда это вечерняя программа культурная, развлекательная, да, дискотекой, допустим, от ведущих диджеев и выступлением симфонического оркестра. То есть это то, что очень сложно сопоставить, и везде хочется попасть. И, конечно, ребят, когда попадают на фестиваль, они стараются быть везде. И активность невероятная, потому что вот эти вот несколько дней, 10 дней, да, если быть точнее, они, ну, они, наверное, сравнимы по своей насыщенности с годом жизни как минимум. А есть какая-то уже программа у вас, может быть, прям, я точно должна сделать это, 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 это? Пока я не знаю, что я точно буду делать, потому что я пока только надеюсь, что меня возьмут волонтером, так как отбор еще не закончился. А в прошлый раз я ездила участником, но я хочу сказать, что нигде, наверное, больше в мире нельзя одновременно сходить на сессию к Лаврову и к Нику Вуйчичу, да, и встретить, допустим, палестинцев, израильтян на Северную и Южную Корею на одном пространстве и пообщаться. А вы обрели новых друзей, ведь наверняка с кем-то, может быть, переписывались, созванивались. Сколько тысяч новых друзей вы приобрели, вот так в смысле? Да, да, да. Ну, со всеми ребятами, кто ездил отца морской области, это было 90 человек, мы общаемся до сих пор, у нас до сих пор сохранен чат свой, а вот участники из других стран, да, мы тоже поддерживаем общение, это и Индия, это и Германия, это и Канада, то есть такую возможность, еще раз повторюсь, ни в коем случае нельзя упускать, скажу это всем молодым людям, кто еще сомневается, нужно ли им ехать на Всемирный фестиваль. И в действительности, как сказала Юлия, да, есть определенные критерии отбора, но они все по силам, участникам, то есть это не что сверхъестественное, главное, чтобы было большое желание попасть на это событие. Мы желаем всем удачи, всем, кто подавал заявки, неважно, волонтер или участников, вам тоже желаем стать волонтером, а вам мы желаем успехов в проведении такого беспрецедента, мне кажется, по масштабу мероприятия. Большое спасибо, что вы сегодня к нам пришли и поделились полезной и важной информацией. Хорошего дня вам. Спасибо. Спасибо, хорошая. Ну что ж, на фестиваль ехать на голодный желудок просто нельзя. Что взять с собой, подскажет наша следующая рубрика. Ланч номер один. Кебаб. Кебаб – это быстро, просто и вкусно. Его приготовление не займет более пяти минут. Просто поочередно нанежите на шпажки помидоры, ломтики ветчины и сыра. Салат с макаронами и ветчиной. Такой салат вы точно не готовили. Его оригинальный вкус наверняка понравится маленькому привереде. Мелко нарежьте ветчину, ананас и перец. Соедините все компоненты и перемешайте. Сладкие роллы с бананом. Дополните ланч ребенка вкусным и полезным десертом. Для этого смажьте лаваш пастой. Поместите сверху банан и сверните ролл. Нарежьте порционно. Ланч номер два. ПИТА С КУРИЦЕЙ ПИТА С КУРИЦЕЙ Бутерброды – это слишком скучно. Попробуйте питу с курицей. Приправьте мясо и обжарьте до готовности. Надрежьте лепешку и распределите начинку. ПОПКОРН ИЗ ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ Считаете, что попкорн – это вредно? Приготовьте наш полезный попкорн из цветной капусты. Он не менее вкусный, но значительно полезнее. Смешайте сухари, травы и сыр. Раскалите масло. Взбейте яйцо до однородности. Обмакните капусту в муку, затем в яйцо и сырную смесь. Обжарьте во фритюре до готовности. Выложите на бумажные полотенца и промокните. ЯБЛОКО Яблоко на десерт. Это практически классика. Подайте его в новой форме. Для этого разрежьте яблоко на дольки, удалите сердцевину, соберите его обратно и скрепите резинкой. Ну что ж, на этом все. Кто еще сегодня не успел съесть сосиску, срочно исправляйтесь. С вами была ведущая Максим Полагнюк. И Саша Багнёк. До встречи. Пока-пока. Ты что, одну только сосиску, что ли, принес? Ну да. Ну а мне? Слушай, Сташ, я поюсь за твою фигуру. Давай, когда будет день рождения сельдерея, я тебя угощу. Ух! Субтитры подогнал «Симон»!